Всем привет, я Андрей и добро пожаловать в мой блог. Сегодня мы с вами поговорим на тему, как найти работу студенту или выпускнику, у которых графа опыт работы отсутствует. Я вам дам 5 крутых советов, плюс несколько рекомендаций, как с этой задачей справиться на 100%. Ну что, давайте разбираться? Погнали! Совет первый. Это анализ. Для начала вы определяетесь, кем вы хотите работать и по какой специальности. После этого вы анализируете разных работодателей и их вакансии на предмет того, какие требования они предъявляют к соискателям и кого они хотят увидеть у себя. После этого вы анализируете себя на предмет своих умений и навыков, которые уже у вас есть и уже как-то выработались. После этого вы понимаете, что вы можете предложить этим работодателям и чем вы их можете заинтересовать. Важно! Если вы не определились, кем вы хотите работать и по какой специальности, то вам нужно быть готовым к тому, что вам придется составить несколько резюме на разные вакансии, на разные должности и на разные специальности и писать под все эти вакансии разные сопроводительные письма. Это очень важно. Идем дальше. Совет второй. Резюме. Да, вы не ослышались. Именно резюме. Вы можете сказать, так у меня же нет опыта работы, какой резюме, что я там буду писать. Вы ошибаетесь. Начинаем составлять резюме с того, что обязательно безошибочно указываем имя и фамилию, пол, возраст и, внимание, номер телефона и свою почту. Я за свою практику видел очень много соискателей, которые ошибались в номере телефона, либо в почте. Им невозможно было либо позвонить, либо написать, либо они скрывали номер телефона и оставляли только почту, либо скрывали почту и оставляли номер телефона. И с ними невозможно было связаться. Ну, никак. И, соответственно, они наверняка сидели и думали, блин, мне никто не звонит, я никому не нужен. Да, конечно, не нужны. С вами невозможно связаться. Это правда. Поэтому пишите безошибочно. И дальше вы в своем резюме будете отражать тот практический опыт, который был у вас за время студенчества, либо вы являетесь сейчас студентом. А именно, возможно, вы участвовали в каких-то конкурсах, в каких-то соревнованиях, где-то подрабатывали, где-то стажировались. Возможно, у вас была летняя практика. И вот это все вы отражаете в своем резюме. Третий совет – это вакансии. Подбираем себе правильную вакансию, которая нас может заинтересовать. И вот вакансии нужно разделить на два блока. Первый блок – это вакансии компаний, которые так называемые без имени. Они предлагают полную занятость, полную рабочую неделю, но они ищут себе сотрудников без опыта работы, либо с очень-очень маленьким опытом работы. Они хотят взять сотрудника, обучить его под себя, отдать ему определенные знания на практике, в дальнейшем платить ему маленькую зарплату. Тем самым они будут экономить деньги на фонде оплаты труда. А для вас это будет плюсом, потому что вы являетесь сотрудником без опыта работы, вы можете позволить работать полный день, потому что вы, например, выпускник, либо, например, учитесь на заочном отделении. Но вас никто без опыта работы не берет, а получив место работы в этой компании, вы уже начнете получать опыт практически, помимо вашей теории. Я когда переезжал в Москву, я всегда хотел работать в крупной какой-то компании внутри HR-отела. И, к сожалению, мне везде отказывали. Я ходил по собеседниям, но везде получал отказы. И вот на одном из собеседаний мне HR сказал, что Андрей, вы молодец, вы целеустремленный, но взять на работу мы вас не можем. Почему? Потому что ваша теория, она отличается от той практики, которая есть на данный момент. И они мне порекомендовали обратиться в кадровое агентство. И там сказали, что такие компании, как, например, кадровое агентство, они с удовольствием берут сотрудников без опыта работы, обучают их всему, что знают и умеют. И в дальнейшем вы уже сами принимаете решение. Продолжаете работать в кадровом агентстве, либо вы начнете искать себе работу внутри компании, внутри HR-отела. Собственно говоря, с этого начался мой карьерный путь в отрасли HR. И теперь переходим ко второму блоку. Второй блок – это крупные компании с именем «Газпром», «Семнефть» и так далее. Вот такие крупные компании, они, как правило, берут стажеров на неполную занятость. Возможно, даже на какие-то минимальные деньги, просто смешные, чисто на проезд. Либо вообще предлагают вакансию без оплаты труда. Просто за спасибо. Они что делают? Они берут сотрудников, смотрят на них, например, несколько месяцев, во время, например, какой-то летней практики, к примеру. И уже в дальнейшем для себя понимают, хотят они работать с таким сотрудником, либо не хотят. И, возможно, если вы им понравитесь, они вам сделают джоп-офер, и вы будете работать у них, например, по совместительству, либо уже, когда получат диплом, они вас с удовольствием возьмут к себе на работу. И еще. Возможно, вы меня сейчас осудите. Но я вам настоятельно рекомендую не отказываться от рассмотрения вакансий, где написано «Оплата труда ноль». Почему? Потому что, как правило, такую оплату труда предлагают очень крупные компании. И устроившись на работу в такую компанию, на стажировку, например, на 2-3 месяца, вы можете получить очень серьезный опыт работы и стать очень ценным кандидатом на рынке труда. Плюс, я уверен на 100%, и я это знаю на практике, такие компании компенсируют вам отсутствие зарплаты какими-то другими плюшками. Например, они вам будут оплачивать оплату проезда на общественном транспорте, либо они вам будут оплачивать питание, либо они вас будут отправлять на какое-то обучение. И это обучение может быть очень-очень ценным. Вы можете обучаться у какого-то очень крутого мэтра своего дела, у которого даже я хотел бы обучиться, но уже за деньги. Поэтому внимательно относитесь к таким вакансиям, они действительно очень цены и редки. Переходим дальше. Четвертый совет – это сопроводительное письмо. Сопроводительное письмо – это очень важно. Я постоянно везде об этом говорю. Особенно это важно для вас, если у вас нет опыта работы, либо этот опыт работы очень-очень минимальный. Благодаря сопроводительному письму вы сможете обратить внимание на вашу кандидатуру. Тем самым вы можете отразить в сопроводительном письме те ключевые особенности. Возможно, вы в конкурсе в каком-то побеждали, вы участвовали в какой-то олимпиаде, возможно, вы были волонтером, возможно, еще чем-то вы занимались, возможно, где-то стажировались. И тем самым вы сможете сопроводительное письмо сделать так, что рекрутер или сотрудник отдела кадров вами заинтересуется, и вас пригласить на собеседование. И вот на собеседовании вы сможете раскрыться. Пятый совет – это собеседование. Для того, чтобы пройти собеседование успешно, вам для начала нужно подписаться на мой блог. Да, вы не ослышались, именно подписаться на мой блог. Я не шучу. Почему? Потому что в своем блоге я рассказываю про самые распространенные вопросы на собеседовании. И именно такие вопросы вам будут задавать. Почему? Потому что задавать вам профессиональные вопросы особо нет смысла, потому что у вас нет опыта работы, либо он очень-очень минимальный. А именно вот такие вопросы вам и будут задавать обязательно. Как вы видите себя через 5-10 лет, кем вы хотите стать, почему вы выбрали нас, а не других, и так далее. Посмотрите обязательно. Я надеюсь, вам эти видео понравятся, и вы поставите мне лайк. И я, кстати, еще хотел бы отметить такой момент. Собеседование – это очень важная история. Очень важная. Поэтому я-то вам настоятельно рекомендую. Посмотрите мои видео, да, и попробуйте на видеокамеру записать себя в рамках своих ответов на эти вопросы. И посмотрите на вашу жестикуляцию, посмотрите, как вы держитесь в кадре. И вот именно так вас и будут оценивать рекрутер или интервьюер. Это очень важная история. Попробуйте, запишите себя. Друзья, ну и в конце я хотел бы дать вам несколько советов. А именно, искать работу – это практически как другая работа. Это действительно серьезный труд. И многие люди, которые даже имеют опыт работы большой, им сложно устроиться на новую работу. А тем более будет сложно устроиться вам, если у вас в резюме ничего не написано, и вы не можете о себе ничего рассказать. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, даже если вы уже студент и учитесь на втором, на третьем курсе, начните искать работу уже сейчас. Да, пытайтесь устроиться в разные компании на подработку. Пытайтесь устроиться на летний период куда-то. Ищите возможности. Даже бесплатно пытайтесь где-то подработать. Почему? Потому что это позволит вам расширить кругозор, снять так называемую пелену с глаз по поводу вас и ваших амбиций. Когда вы молоды, безусловно, вам жизнь кажется в одном ключе, а в реальности она немножко другая. И найти работу себе потом будет еще сложнее, чем когда вы будете студентом. Есть программа Walk & Travel, которая позволяет поехать куда-то за границу и там подработать. Это действительно тоже полезный инструмент, и вы о нем можете написать в своем резюме. Это действительно ценный опыт, потому что помимо того, что вы подтягиваете свое знание иностранного языка, вы еще приобретаете определенные знакомства, связи и смотрите на то, как живут другие люди в другой стране. Также обратите внимание на волонтерство. Да, это бесплатно. Да, вам не будут за это платить. Но вы сможете куда-то поехать, вы сможете куда-то пойти, вы сможете на что-то посмотреть. И вы сможете с кем-то познакомиться. Обычно в таких проектах, как волонтерство, есть очень активные студенты, которые пытаются везде залезть, со всеми познакомиться. И такие люди, как правило, чего-то добиваются. Если вы с ними уже, будучи молодым студентом, познакомитесь, например, они старшекурсники, то они смогут вас куда-то подтянуть в какую-то другую компанию. И вы там сможете работать и получать уже какие-то деньги. Я хотел бы также отметить такую историю, что я, будучи студентом, когда был и учился в университете, я тоже состоял в одном таком студенческом кружке. И этот кружок мне позволил забесплатно поехать на 10 дней отдыхать в Адлер. Это был 2003 год. 2003-2004, наверное, даже был год. Бесплатно. То есть для студента, у которого, по сути, нет денег никаких, я поехал в Адлер бесплатно отдохнуть. Меня кормили, меня поили, меня поселили в отель. Да я был счастлив. Поэтому ищите возможности. Возможности есть всегда. Вопрос в том, как вы ими пользуетесь. Друзья, ну вот и все. Я постарался очень подробно обсудить эту тему. Я надеюсь, вы меня услышали, вы меня поняли. И если есть какие-то вопросы, пишите комментарии, пишите мне личных директов. Буду рад на них ответить. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Скоро будут другие видео. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok